Путинские пропагандисты. Бесконечная, бездонная тема, которая, я уверена, по-настоящему бесит любого. Ну а как здесь можно не злиться? В стране, где учитель и врач зарабатывают по 20 тысяч рублей в месяц, существуют люди, которым государство платит миллионы долларов за их очень, ну прямо скажем, нехитрый труд, за вранье и массовое оболванивание россиян. Мы же нацелены на некий конструктивный разговор, мы же нацелены на то, чтобы решить некоторые вопросы, их обсудить. Хватит орать! Вы лгун? Вы лгун? А проститутки как дрались в Одессе, так и дерутся. Волкс тоже расписался в том, что ему диктуют и пишут текст люди, которые не являются нашими друзьями. Доказано, Украина сбила малазийский Боинг, теперь уже точно и нечем крыть. Вы эксперт? Эксперт. Никакой вы не эксперт. Замолчите, пожалуйста. На Украине все недовольны, на Украине обиделись, на Украине рассержены. Если у вас есть другая аргументация, приводите примеры и цифры. Ну успокойся! Ольга, сливной бачок, я вообще не согласна. Каждый день, а точнее даже два раза в день, эта бессмысленная парочка появляется на экране телевизора и врет. Это их работа. Без созрения совести, а точнее даже со старанием, наслаждением они скандалят, таращат глаза и выкрикивают оскорбления. Рот сейчас закройте, это ваша нацистская нынешняя Украина. Их задачи очень простые и нехитрые. Зомбировать. Создавать параллельную реальность для доверчивых зрителей федерального эфира. Из Украины сделать преисподнюю. Уважать фашистов мы вас не подталкиваем. Вы сами нацистов чествуете, понимаете? Из оппозиции, аферистов и наймитов Запада. Гражданин Навальный не скрывает своих связей с Западом, мы видели в суде. А из Запада самого страшного врага, виновного во всех бедах России, в отличие от Путина. И в конце концов, если Путину доверяют люди, значит Путин достоин быть президентом. ВСУ и войска НАТО учатся атаковать Донбасс. Хлеба на Украине нет. США пробивают дно. ЕСПЧ ступился за российских геев. И извращенцы в США делятся историей своего счастья. Это только последние несколько видео на их государственном YouTube-канале. Они никакие не журналисты и не люди со своим мнением. Они преступники, иначе не скажешь. Разжигают ненависть, войну, промывают мозги миллионам россиян. И больше от них нет никакого толку. Их единственная выдающаяся способность быть максимально омерзительными и не гнушаться ничем. Никакого Донбасса даже в Украине, конечно же, не видать. Ну убивают детей Донбасса. Ну с кем не бывает. Моих сюжетов, трюхом. Это называется цензура. А она запрещена Конституцией Российской Федерации. Но сколько платят за это? Сколько можно заработать на профессиональной ненависти к Украине? В обмен на что можно восторгаться стихами Марии Захаровой? Мария, это написано вами, что называется, по мотивам карантина или такое некое пророчество? Талантливый человек, талантлив абсолютно во всем. Мало кто согласится делать это даром. И, конечно, наши герои тоже свою выгоду не упустили. Давайте это как-то в другой раз обсудим. Всего за несколько лет введения этого так называемого ток-шоу они сказочно разбогатели и накупили себе самые элитные недвижимости в центре Москвы. Но настал момент, когда просто денег пропагандистам становится малое. Теперь вот этот человек, более известный как Муж Скобеевой, захотел власти. Он собирается стать депутатом Государственной Думы от Единой России. Меня зовут Евгений Попов. И я решил участвовать в выборах депутатов Государственной Думы по Кунцевскому округу Москвы. Необходимо отреставрировать фасад. Будем и дальше облагораживать. Сквер или парковка. Благоустройство на улице Семенова-Тиньшанского. Дети, вам нравится праздник? Некачественное покрытие. Приступаем к работам. То, что вы посмотрели сейчас, это классический трюк администрации президента и главная предвыборная ноу-хау единороссов. За пару месяцев до выборов появляется самый лучший кандидат. И начинаются вот такие фестивали по датчику подъезда. Вам сохраняю те же самые тарифы. Тарифы, да? Да, да, Аня, да, да, Аня, у тебя могут такие же тарифы. Ой, смотрите, он подарил женщинам цветы, как очаровательно. Ой, смотрите, а он зарыбил пруд. Теперь в Можайском районе водятся толстолобики. Ну что, пойдем выпускать? Теперь у нас с вами здесь будет белый амур, карп и толстолобик. Нам все вместе удалось добиться оздоровления Беловежского пруда. А деревья? Сколько деревьев высадил Евгений Попов? Просто чемпион. Сажаем деревья, Драгомилова. Сажаем деревья на месте, где должен был быть гараж. Лейка есть у нас? И без разницы, что тут вообще все с ног на голову. Причем здесь рыбы в пруду и Государственная дума. Попов не знает, не понимает, что депутат Госдумы не занимается скамейками, лавочками и пешеходными переходами. Он путает полномочия муниципального, даже не городского депутата с полномочиями депутата Госдумы? Нет, он просто обдуривает избирателей. Точно так же, как это делает в своем телевизоре. Делает вид, что если они за него, за Попова проголосуют, то он следующие пять лет будет бегать по их округу с отверткой и чинить все, что сломано. Можете прислать машину говно откачать из подвала? Ну правда, там уже совсем все плохо. Хотя на самом деле, следующие пять лет он будет заседать в Госдуме, принимать законы про повышение пенсионного возраста, про посадки за репост на Фейсбуке и про возможность бесконечного царствования Владимира Путина. И ничего, все в порядке. 40 миллионов рублей, бюджетных рублей, Единая Россия потратила на то, чтобы Евгений Попов вам, москвичам, понравился. Вот на такую макулатуру в том числе. Ищите в каждом почтовом ящике. Шесть полос ностальгических фотографий и расхваливания самого себя за выдающийся журналистский труд и подвиги. Обязательно пункт программы про ужасы США. Ну и самый трогательный раздел. О чем мечтает кандидат Попов? Лодку он хочет, моторную, чтобы рыбачить. Такие простые мечты. А вот 160 заметок о подвигах Попова, которые выпустила муниципальная газета в Дорогомилово. Это бесплатно. Еще 343 заметки в газете в Крылацком. Районная газета в Филевском парке. Такое ощущение, что вообще не отходит от Попова. Более 500 упоминаний. Посмотрите, раньше ни слова о нем не было. А теперь прямо бомбардирует, как под копирку. Кунцево, Фили, проспект Вернацкого, Можайка, Москва-24, ТВЦ, аргументы и факты. Всем одновременно стало интересно, что Евгений Попов думает про управляющие компании. Неожиданно, с не имеющим никакой власти, никакого административного ресурса, ведущим ток-шоу, встречается ректор МГУ. А строители перед ним отчитываются, как ремонтируют аудитории в главном здании. Ну, просто цирк. Она у нас под ремонт. Мы расчищаем полностью. Створки все увезены в мастерскую. А студенты допущены к какой-то форме контроля над теми работами, которые здесь ведутся? Сам Попов, которого раньше ничего, кроме Украины, не беспокоило, вдруг решил заняться проблемами ЖКХ, благоустройством, сохранением архитектурного наследия, расселением ветхого жилья, лесом, парком, велодорожками, тротуарами и даже волонтерством. Его команда привозит продукты и меняет термопасты в компьютерах у бабушек и даже смартфоны подбирает. Стильные и с большими кнопками. И это, знаете, небывалая активность, этот интерес к проблемам москвичей обострился у Попова именно в одном конкретном округе, куда его, собственно, и назначили избираться. И к этому округу он не имеет ни малейшего отношения. Я выступаю за сохранение стадиона для регби в Филях. Каждый день Евгений Попов выходит из дома, садится в свой новенький Мерседес за 7 миллионов рублей и устремляется к панелькам в Кунцево или в Филях, где начинает свое ежедневное, но теперь уже предвыборное шоу. Там человек, семейный доход которого составляет 26 миллионов рублей в год, затягивает волынку про то, что добьется, чтобы его избиратели получали баснословные 20 тысяч в месяц. Как хорошо он понимает проблемы горожан, живущих в высыпающихся домах и гадающих, когда у них уже обрушится балкон, в этом году или в следующем? Ну это понятно, это все уже, конечно. Эти глубокие озабоченные взгляды, эти бесконечные обещания, эти мы, 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 мы. Открыли мы, наконец-то, реновационный центр. Мы вместе с жителями выступаем за то, чтобы этот проект отменить. Еще мы, конечно, разбираемся сейчас со школой. Мы не реализуем у вас наши планы, да? Здесь мы проверяем, как сделали небольшую дорожку. Там и жители Можайки, и жители Кунцево. Мы попросим жилища высадить здесь кусты вдоль. Мы сегодня же с вами напишем письма. Мы тут подлатаем, я думаю, разберемся с тем, чтобы обслуживали хорошо. По задумке Единой России они должны сделать Евгения Попова таким близким народом. Но давайте подумаем, насколько близок даже московскому избирателю человек, у которого только столичные недвижимости мы обнаружили на почти 300 миллионов рублей. В прошлом году, когда СМИ раскрыли доходы Попова и Скобеевой, они были очень возмущены. Они говорили, нет, это все вранье, нам столько не платят, и вообще-то вообще не ваше дело. Журналист Сергея Ежова, который обратился к нему с официальным запросом, Попов назвал помоечным червем. И сам горделиво выложил же этот скриншот себе в Телеграм с подписью про происки ЦРУ. Но нам теперь чуточку понятнее, почему супруги-пропагандисты так распереживались. Потому что богатство их явно недооценили. 13 миллионов на каждого в год – это оскорбительно мало. Своё восхождение к элитной недвижимости семья пропагандистов начала еще в 2015 году. Тогда они уже много лет работали на государственном канале ВГТРК, но такими известными еще не были. Евгений Попов вел новостную программу. Я Евгений Попов, и это Вести 23.00. А Ольга Скобеева вела собственную передачу в Вести ДОК, в которой обсуждались такие важные для россиян темы, как женщины Михаила Саакашвили. Почему Украина вдруг хором заговорила про женщину Михаила Саакашвили и его неоднозначные связи? Что это? Отвратительный компромат, попытка влезть в личную жизнь или Саакашвили просто замучил всех своими красотками-заместительницами? И вот, весной 2015 года они покупают первую солидную московскую квартиру в свежепостроенном доме на улице Верхняя Масловка в Москве. Отличное место. Петровский парк в 100 метрах. Да и до работы недалеко. Всего 6 минут на машине или 26 пешком. По московским меркам это вообще ничего. 105 квадратных метров и вид на парк. Прекрасная квартира. Стоит такая 45 миллионов рублей. Скажу честно, за инстаграмом Попова мы до его выдвижения от Единой России не следили. Так что открыли его для себя совсем недавно. И обнаружили, что он просто обожает фотографироваться в лифте. Смотрите сами. Лифт один и тот же. Кнопки, перекладина, пластина на стене. Все то же самое. И любовь к этому лифту разыгралась в один прекрасный момент. В конце 2019 года. Не буду долго держать интригу и скажу сразу. Нашли мы этот лифт. А также прилагающаяся к нему недвижимость на 250 миллионов рублей. Вот он. Лифт в новеньком элитном ЖК ВТБ Арена Парк. Находится еще ближе к студии ВГТРК. Всего в 800 метрах. Тут Попов и Скобеева купили 170-метровую квартиру. Квартира отличная. Мы раздобыли ее планы на сайте застройщика. Находится на 9 этаже. Внутри 37-метровая гостиная, совмещенная с такого же размера холлом. В квартире 3 спальни, 4 санузла и прекрасный вид на парк и стадион Динамо. Стоимость с отделкой и ремонтом мы оцениваем в 130 миллионов рублей. Но это еще не все, что есть у пропагандистов в этом жилом комплексе. Тут они у нас не просто жильцы, но еще и лендлорд и лендледи. Ну, мало ли в жизни, знаете, всякое может случиться. Ну, зарабатывать вранье, может быть, станет невозможно. А жить-то на что-то надо. Это было бы классно. Это было бы очень по-имперски. Поэтому они купили еще одно нежилое помещение с отдельным входом на первом этаже. Площадь помещения 180 квадратных метров, а цена 130 миллионов рублей. Находится вот тут, в этом соседнем здании. А на верхних этажах располагается элитный отель «Хаят». А значит, и те, кто арендует недвижимость у наших телеведущих, без клиентов не останутся. А значит, и Попову со Скобеевой будет чем прокормиться, если что. Итого, только эти две квартиры и нежилое помещение тянут на 300 миллионов рублей. Ни у Попова, ни у Скобеевой не было никакого бизнеса. Они не предприниматели. У них нет никакого другого дохода, кроме как от нас с вами и от государственного телеканала «Россия». А теперь вернемся к выборам. Ведь там, в округе номер 197, где Попов на камеру откачивает нечистота из подвала, ситуация очень интересная. Хотели настоящую политическую интригу? Получайте. Телеведущий Попов, житель элитного ЖК «На Динамо», оказался в округе отнюдь не случайно. Этот округ включает в себя районы Дорогомилова, Кунцева, Фили, Можайку, а также университетские районы Раменки и проспект Вернадского. Это один из самых сложных для единороссов оппозиционных округов. На прошлых выборах в 2016 году, когда по официальным данным рейтинг Единой России по стране был 44%, единоросс набрал там всего 29,5%. То есть сильно ниже, чем по всей стране. Сейчас, даже по данным государственного Овциома, рейтинг партии Путина рухнул чуть ли не в два раза. Вы можете себе представить, что ждет обычного единоросса в Крылатском, Кунцевой и Раменках в этом году. Дело азиатский камень. Агрессор достигает метро в длинну. Камень. Поэтому и вводят тяжелую артиллерию в виде известного ведущего, не вылезающего из федерального эфира. Рассчитывают, что это одурачит кого-то, и люди и проголосуют. Мы не пузыри нравятся. Да! Но даже это еще не все. Посмотрим еще раз на результаты прошлых выборов. Абсолютно неизвестная партийная функционерка из КПРФ набрала 15%. Яблочник Игорь Николаев 13%. ЛДПРовец Нилов почти 9%. Не сложно заметить, что если сложить все голоса за не единороссов, то кандидат от Единой России останется далеко позади. Еще раз, это все было 5 лет назад. Сейчас дела у Единой России гораздо хуже. И это ровно то, что мы предлагаем сделать. Суть нашего умного голосования в том, что мы договоримся, что все, кому не нравится единоросс-пропагандист Попов, проголосуют за одного самого сильного его соперника. Вам, может быть, кажется, это авантюра и нереалистичные идеи? Думаете, такое не сработает? Сработает! Умное голосование уже побеждало именно в этом районе, тут, в Раменках, в Филях. Два года назад на выборах в Мосгордуму здесь победила Екатерина Янгалычева. Ее выбрало умное голосование. Жители округа прислушались к рекомендации. И она вынесла соперника единоросса с двухкратным перевесом голосов. В этом году соперники Попова намного сильнее прошлых. Тут сразу много нормальных кандидатов. От КПРФ идет Лобанов, преподаватель МГУ, лидер университетского независимого профсоюза. От Яблока идет Гончаров, зампред Московского отделения партии. Фейковая оппозиционная партия «Новые люди» тут выдвигает КВНщика Тарбаева, РПСС Дмитрия Потапенко. Все вполне себе узнаваемые фамилии. От ЛДПР идет врач, от «Справедливой России» бывший депутат Госдумы Тарнавский. Зеленый выдвинули здесь гроссмейстера Игоря Глека. То есть у нескольких кандидатов абсолютно без преувеличения есть очень хорошие шансы победить Попова. Но это одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, если все будут участвовать в умном голосовании, как раньше, то единороссу Попову вообще конец. Но с другой стороны, большое количество реальных, достаточно известных конкурентов, это риск того, что каждый проголосует за своего и в итоге победит Попов. Так что, друзья, зрители этого канала из Крылацкого, из Кунцева, из Филе и Раменок. Все в ваших руках. Не стоит прочитать, что выборов нет. Вот они, прямо у вас дома. Интрига настоящая. Результат, в отличие от большинства других мест, реально непредсказуемый. И тут либо умное голосование, либо депутат-миллионер Попов, который кроме сказок про украфашистов, москвичам ничего предложить не может. В Киеве на выходных прошли уже седьмые, представьте себе по счету, бандеровские чтения. Объединяйтесь и регистрируйтесь в умном голосовании. Скачивайте приложение. Мы будем очень внимательно следить за компаниями в этом округе. Мы приложим все усилия, чтобы выбрать объективно самого сильного кандидата. И пришлем вам его фамилию за несколько дней до выборов. Нет слов, как нам надоела Единая Россия. И у нас есть суперреальный шанс им отомстить. Спутать им все карты, сломать все планы и утереть нос тем, кто считает, что голос москвича можно купить за белого амура или толстолобика в районном пруду. Теперь у нас с вами здесь будет белый амур, карп и толстолобик. Участвуйте в умном голосовании. Подписывайтесь на наш канал. Свободу Алексею Навальному.